В конференции республики приковано внимание десятков тысяч телезрителей. Послание президента к народу и парламенту без преувеличений объединяет всю страну. И это неудивительно, ведь во главе угла – безопасность и благосостояние белорусов. На часах 10.00, в холле многолюдно. Журналисты работают в усиленном инфорежиме. В преддверии референдума по изменениям Конституции событие имеет особое значение. К нему приковано внимание широкой общественности. Услышать речь Александра Лукашенко приезжают и гости из регионов. Бобруйск представляют 23 человека. Председатель горисполкома, депутаты, руководство города, делегаты общественных организаций. Безусловно, для всей Беларуси и для делегации города Бобруйска это значимое событие, потому что действительно это достаточно важное мероприятие в плане того, что мы обозначаем, не обозначаем, а президент обозначает те основные задачи, которые важны для нас в ближайшее время. Сегодня мы находимся в достаточно сложной ситуации с соседями, с Украиной, с Польшей, поэтому, безусловно, для меня важны вопросы внешней политики. С посланием к белорусскому народу и национальному собранию в стенах Дворца Республики глава государства впервые обратился в 2020-м. До этого использовался овальный зал Дома правительства. Этот же вмещает более 2,5 тысяч человек. Забегая вперед, скажем, свободных мест нет. Как будет развиваться страна, из первых уст хочет слышать каждый. Мне хотелось бы больше, чтобы развитие получили общественные объединения, политические партии, знаковое такое, значит, это семья, семья и закрепление это в Конституции, отношения мужчины и женщины. Я жду главного посыла от нашего президента, чтобы все-таки вот в этот день, в этот значимый день, в день послания, он нам сказал, что мы должны быть вместе. Еще раз это повторил. И для того, чтобы мы потом в регионах могли это донести, ту силу его духа, силу его слова, для того, чтобы могли в дальнейшем работать еще лучше, для того, чтобы была наша страна более процветающая, сильная, и были мы вместе, несмотря ни на что. Это второе послание нашего президента, в котором принимаю участие, ожидание, я уверен, что будет конструктивно, по-семейному, все будет пропитано на 100% патриотизмом, и ожидаю такого же эффекта, как было сказано, нашим президентам любимую не отдают. Очень, во-первых, трепетно присутствовать на таком мероприятии в первый раз от Союза молодежи, и очень интересно послушать именно главу государства перед таким важным событием. Молодые люди активно принимают участие в политической жизни нашей страны. Очень важно и очень интересно слушать их мнения. Для тех, кто не попал в список приглашенных, трансляция на национальных каналах и прямой эфир по радио. За звук и картинку отвечают свыше полусотни телевизионщиков. 11.00. На сцену выходит Александр Лукашенко. С первых секунд президент говорит о безопасности и аргументирует. Беларусь подвергается необоснованному давлению. Под различными предлогами границам стягивают бронетехнику и устраивают провокации. Несмотря на это, наша экономика показывает стабильный рост, а государство проводит независимую внешнюю и внутреннюю политику. Так будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях. Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один. И даже те, кто не хочет, станут на защиту нашей земли и нашего отечества. Веками наш народ боролся за свою землю, за независимость и суверенитет. Мы получили, мы добились этой независимости. И сегодня момент, когда нужно эту независимость защитить. Александр Лукашенко заявляет, главное – сохранить людям жизнь. И анонсирует, белорусам в течение года предоставят минимум один свободный от работы день для комплексного амбулаторного обследования. Важнейшая задача – ранняя диагностика заболеваний. Социальные политики – пристальное внимание. На этом, подчеркивает глава государства, воспитывается общество. В Беларуси реализуется широкий пакет социальных мер и гарантий. Это бесплатное образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение, поддержка уязвимых категорий населения, пособия при рождении и воспитании детей. Беларусь входит в 50 лучших стран по показателям эффективности национальных систем здравоохранения, опережая Соединенные Штаты Америки и нашу Россию. Находится в числе 25 лучших стран в рейтинге комфортных условий для материнства. Мама, воспитывающая первенца только социальных выплат, получает на сумму до 12 тысяч рублей в год. Второго последующих детей – более 15 тысяч рублей. Ежегодно на данные цели из госбюджета направляется более 2 миллиардов рублей. Белорусский лидер еще раз возвращается к теме выборов. Александр Лукашенко задает вопрос, что было бы с Белоруссией, если бы его не было в августе 2020-го. И поясняет – задача номер один во что бы то ни стало сохранить страну. Мы, конечно, не отрицаем. В стране есть определенная доля граждан, которые хотели бы другой формы государственного правления и устройства. Другой власти. Это нормально. Государственная власть – это не шоколад президент. Наверное, вы уже попробовали. Чтобы всем нравиться. Они, как правило, всегда голосуют против. Но я этот шоколад забрал, чтобы вам немножко было слаще. Понимаю мою жесткую политику и ощущаю. Поэтому ешьте на здоровье. Президент затрагивает темы исторической памяти, геноцидов в годы войны, отношений с Китаем, интеграции с Россией, IT-сферы, спорта, а также ставит задачи местным органам власти. Однако ключевым вопросом становится предстоящее политическое событие. Новым субъектом политики станет Белорусское народное собрание. Это будет высший представительный орган в стране, который совместит в себе традиции и лучших практик белорусского народовластия. На протяжении более четверти века этот институт зарекомендовал себя настоящим народным вечером. Он уже есть. Мы ничего не выдумываем. Прошло время сделать его конституционным. Не будет он конституционным, он все равно будет. Вот оно, народное вечер. И что мы потеряем? После того, как мы здесь собрались, послушаем друг друга, вы просто услышите, увидите главу государства, сделайте соответствующее вывод. Что в этом плохо? Ни под кого Всебелорусское народное собрание не создается, тем более под действующего президента. Примите вы решение, этот президент пойдет на покой. Все, он уже сделал свое дело. Соштете нужным, чтобы я еще что-то сделал в этой стране, вы скажете, я не забронзовел. Вы всегда можете прямо в лоб мне сказать все то, что я должен делать или не делать. Новый проект Конституции вызывает здоровый интерес у белорусов. Во время общественных обсуждений собрано около 9 тысяч предложений. В топе – темы, которые касаются социальных гарантий, защиты персональных данных и традиционных ценностей. Одно из изменений – усиление блока прав и свобод граждан. После выступления белорусского лидера свои вопросы задает каждый желающий. Само же послание президента длится 2 часа 36 минут. В какой стране мы будем жить дальше и что оставим после себя будущим поколениям? Ответ на этот вопрос белорусы ищут сообща. Своё окончательное решение народ примет 27 февраля. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруск, 360.